Юрий Александрович Завадский, советский актер и режиссер, педагог, народный артист СССР, лауреат Ленинской и двух сталинских премий, герой социалистического труда, член ВКП с 1944 года. Биография. Юрий Завадский родился 30 июня 1894 года в Москве. В 1913 году поступил на юридический факультет Московского университета и одновременно брал уроки в школе рисования и живописи Азию Жуковского, а затем в школе Пайкелина. В 1915 году учился в студии Е.Б. Вахтангова. В 1918 году П.Г. Антокольский, с которым Завадского связывала дружба на протяжении долгих лет жизни, познакомил его с М.И. Цветаевы. К Завадскому обращен цикл стихов «Цветаевый комедиант». В 1920-1924 годах Юрий Завадский, актер и режиссер третьей студии МХАТ, играл Антония в спектакле по пьесе М.И.Терлинка «Чудо святого Антония», в котором выступил и как сценограф, и калафа в «Принцессе Турандот». С 1922 года был членом художественного совета, избранного актерами после смерти Вахтангова, как режиссер Юрий Завадский дебютировал в 1924 году спектаклем по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». В 1924-1931 годах Юрий Завадский был актером МХАТ, где, в частности, сыграл чадского и графа Альма Вивуф «Женитьбе Фигара». В том же 1924 году он создал собственную театральную студию, актерами которой были его ученики В.П. Морецкая, Р.Я. Пляд, Н.Д. Мордвинов, П.Масальский и Д.Р. И руководил ею до 1936 года. В 1932-1935 годах Юрий Завадский возглавлял Центральный театр Красной Армии. В 1936 году он был направлен в Ростов-на-Дону, где возглавлял построенный в 1935 году театр имени М. Горького. В 1940 году Юрий Завадский вернулся в Москву и был назначен главным режиссером театра имени Моссовета. Занимал этот пост до конца жизни. Среди наиболее значительных постановок «Нашествие Л.М. Леонова» – «Петербургские сновидения» по Романуев М. Достоевского. «Преступление и наказание» – «Маскарад М. Ю. Лермонтова» за спектакль «Маскарад» Юрий Завадский в 1965 году был удостоен Ленинской премии. С 1940 года преподавал в Гетис имени А. Луначарского. В 1947 году получил звание профессора. Умер 5 апреля 1977 года. Похоронен 8 апреля 1977 года в Москве на Ваганьковском кладбище в могиле матери. Юрий Александрович Завадский является автором ряда статей и книг. О нем снят телевизионный фильм «Дома у Юа Завадского». В 1971 году был снят документальный фильм «Юрий Завадский. Частная жизнь». В июле 1941 года Юрий Завадский официально женился на выдающейся балерине Г. Сулановой. Эвакуацию в Казахстан во время войны они провели вместе. Брак их фактически распался после войны в конце 40-х годов, хотя официально развод не был оформлен от брака с В.П. Морецкой сын Е. Ю. Завадский. Режиссер. Творчество. Роли в театре. Третья студия. МХАТ. 1921. Чудо святого Антония М. Метерлинка. Постановка Е. Б. Вахтангова. Антоний. 1922. Принцесса Турандо от Карла Гоце. Постановка Евгения Вахтангова. Калав. МХАТ. 1925. Гория Тума. А. С. Грибоедова. Александр Андреевич. Чацкий. 1926. Безумный день или женитьба Фигара П. О. Бомарши. Постановка К. Станиславского. Граф Альмавива. Режиссерские работы. Третья студия МХАТ. 1924. Женитьба. Н. В. Гоголя. Театр-студия под руководством Завадского. Любовь не шутит. А. Мюсси. Вальпонии. Б. Джонсона. Ученик дьявола. Б. Шоу. Школа неплательщиков. Л. Вернее. ЦТК. 1932. Мстислав Удалый. Э. Прута. 1934. Гибель эскадры. Ч. К. Театр имени М. Горького. Любовь Яровая К. Тренева. Укращение строптивой. Шекспира. Театр имени Массовета. 1940. Трактирщица. К. Гальдони. 1943. Нашествие Эллы М. Леонова. 1943. Забавный случай. К. Гальдони. 1944. Отелла. Шекспира. 1944. Шаги в темноте. Ф. Ф. Кноры. 1945. Чайка. А. П. Чехова. 1946. Госпожа Министерша. Б. Нушича. 1946. Бранденбургские ворота. М. А. Светлова. 1950. Рассвет над Москвой. А. Сурова. 1952. Маскарад. М. Юлия Ромонтова. 1957. Виндзорские насмешницы. Шекспира. 1959. Битва в пути. Г. Е. Николаева и Е. С. Родзинского. 1960. Лишей. А. П. Чехова. 1963. Совесть. Д. Г. Павловой. 1964. Маскарад. М. Юлия Ромонтова. 1967. Шторм. В. Н. Билль Белоцерковского. 1969. П. П. С. С. Н. П. С. 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 Герой социалистического труда. Ленинская премия за постановку спектакля «Маскарад» М. Юлия Ромонтова. Сталинская премия первой степени за постановку спектаклей «Нашествие Л. М. Леонова» от Элла У Шекспира «Встреча в темноте» Ф. Ф. Кноре. Сталинская премия второй степени за постановку спектакля «Рассвет над Москвой» А. Сурова. Четыре ордена Ленина. Два ордена трудового красного знамени. Медали.